Привет! Представь, что все вокруг улыбаются, дарят тебе печеньки и вообще супер расположены. Нравится такой мир? А вот эпизод сериала «Чёрное зеркало», который мы сегодня разберём, показывает, почему именно такой мир очень скоро станет для каждого из вас маленьким таким личным одочком. Почему? Вот сейчас расскажем. С вами Антон, канал English Show. Мы тут учим английскому, разбирая интересные сериалы, фильмы, ролики на YouTube, да и вообще всё, что вы в комментариях попросите. Спасибо вам, кстати, за это. Не забывайте писать комменты и подписываться. Итак, сразу к делу. Героиня этой серии – милая рыжуля Лэйси. Она офисный работник и болезненно зависима от лайков в социальных сетях. Этими лайками принято обмениваться со всеми, с кем ты повзаимодействуешь, хоть с друзьями, хоть с коллегами. Они складываются в рейтинг, и вот у каждого человека он свой. И дальше начинается интересное. Людям с хорошим высоким рейтингом доступны различные скидки и плюшки. Например, Лэйси очень-очень нужно заработать ещё несколько пунктов, чтобы купить со скидкой домик своей мечты. А как же эти лайки заработать, спросите вы. Вот поставьте лайк на этом видео, я расскажу. Поставили? Вот так и зарабатывается. Ладно, нет. Помимо вот этого, что ещё нужно делать, чтобы иметь высокий рейтинг? Для начала продуцируй милоту. Вот если ты бармен, то раздавай бесплатные печеньки. Хотите печенье к этому? Ну, к кофе имеется в виду. Sounds awesome. Звучит великолепно. Круто. Давайте посмотрим на sounds awesome. Кстати, обратите внимание, что американцы говорят awesome, ну, как будто бы такой звук между о и а. А британцы говорят чётко awesome от слова о. Так можно сказать обо всём, что тебе нравится. Типа, отличная идея. Звучит классно. И обратите внимание, что бармен задаёт вопрос не по правилам грамматики, а в разговорном стиле, то есть в укороченном варианте. Вы знали, что групповые именно занятия английским предотвращают появление языкового барьера? Да, я знаю, это звучит очень смело, но сами подумайте. В группе несколько студентов. Вы не один на один с учителем. Во-первых, когда другие люди рядом с вами начинают говорить, то вам проще перескочить вот этот первый страх начать говорить. Во-вторых... Да-да, что-то срочное? Извините, я на минуту. Просто рассказываю о том, как выучить английский эффективно и по выгодной цене. Не, а что? Да я понимаю, что многие уже пробовали учиться в других местах. Одни в школе небесный английский, другие в школе мозаичный английский. Но тут совсем другое дело. Во всём мире групповые занятия – стандартная модель обучения. И в English Show есть бесплатные демо-уроки, где студенты могут познакомиться с групповым форматом и преподавателем. Ничего при этом не заплатив, они не разочаруются. Почему ты называешь меня Ларри? И вообще, что ты делаешь в моём видео? А вот для вас, ребята, ссылка в описании. Второй способ – хвалить чужих детишек. Я не шью, что так в сценарии написано. Это не я, честно. Это всегда трогает. О, я только что увидел вашего мальчика в игрушечной каске. Такая милота. Да, он просто нечто. So cute – так миленько. Это можно сказать о ребёнке, котёнке, да или, в принципе, предмете, типа новом платье. В общем, прямой перевод – так мило. Дословно переводится как «да, он и правда что-то». Ну, я думаю, здесь смысл улавливается достаточно легко. Наверное, можно перевести в пример фразу «это что-то с чем-то». Типа «он что-то с чем-то». По-русски так бывает говорят. А чтобы иметь высокий рейтинг, не забудьте и про котиков также. Как там панкейкс или панкейк? Он уморительный. Такой смешной кот. Самый лучший. Hilarious – значит уморительный, очень смешной. Британцы очень часто слова hilarious и ridiculous используют для описания чего-то, что им не нравится. Американцы чаще hilarious говорят именно про что-то смешное в прямом, а не саркастическом смысле. А вот профессиональный совет от эксперта по рейтингу и соцсетям. Да, естественно, в таком мире, уж не знаю, утопичном или антиутопичном, есть эксперты по соцсетям и по рейтингам. Хотя я не удивлюсь, если и в нашем мире есть. Впечатлий тех высокорейтинговых ребят, и ты наберешь скорость по своей кривой, и это станет твоим скачком. Здесь нас интересует глагол gain. Обычно это означает усиливать, увеличивать, приобретать. А в этом контексте набрать скорость. И слово boost. Ну, думаю, все, кто играли в компьютерные игры, его, конечно, знают. Это толчок ускорения. Со словом gain есть еще такая известная фраза. No pain, no gain. Это обычно про тренировки говорят. Типа нет боли. Не в прямом смысле, а в смысле, что нет усилием над собой, преодолению себя. Нет gain, то есть нет прироста. Вот пару примеров, чтобы запомнить. I gained another pound. Я набрала еще один фунт. Или I need a boost. Мне нужен толчок. Upscale folks в данном случае, те, у кого очень высокий рейтинг. Слово folks, это разговорные люди, ребята. Ну и еще один совет. Консультант дает его Лэйси, чтобы та не переигрывала. Не пытайся слишком сильно. Такое невозможно уважать. Высокорейтинговые за версту такое чуют. Просто будь собой. Значит, не надо так усердствовать. Smell something a mile off. Это чуять за версту. Ну, в данном случае, почуять что-то за милю. I can smell this setup a mile away. Я чую эту ловушку за версту. То есть, давайте подытожим. Для того, чтобы в этом мире быть всегда на высоте, иметь высокий рейтинг, тебе надо всегда улыбаться, всегда быть приветливым. Всегда делать разную милоту, даже когда тебе не хочется. Улыбаться прямо вот пока скулы не сведет. И тут возникнет другой вопрос. А за что можно потерять баллы? В мире черного зеркала это ведь не просто обидный инцидент, если ты потерял баллы. А можно за это и работу потерять, и в тюрьму попасть. А в итоге давайте посмотрим, как сама героиня говорит о своем персонаже. She's lost herself in this world, where she thinks that her value is equivalent to her points. Lacey is lost. She's lost in the world, where she thinks her value is equivalent to her points. Лейси совершенно потеряна. Она потеряна в мире, где, как она думает, ее ценность равняется ее баллам. Вот в этой фразе есть интересное выражение. Is equivalent to? Или to be equivalent to? То есть равняться чему-то. Например, Is 50 dollars equivalent to about 30 pounds? 50 долларов примерно равняется 30 фунтам. На работе у Лейси коллега просто расстается с девушкой, и за это все его начинают бойкотировать. В панике, для того, чтобы хоть как-то восстановить свои баллы, пытается предлагать всем смузи. И вот это ему надо делать просто потому, что он с кем-то расстался. Или, например, можно просто случайно задеть на улице плечом женщину, а она свое мимолетное раздражение выплеснет в отрицательный рейтинг для вас. Какая-то женщина меня низко оценила. Здесь у нас сленговое выражение. Ding down, то есть проголосовать вниз. Когда у героини на эмоциях выплескивается ругательство, ее выдворяют из аэропорта со словами Это сквернословие. Мы на 0% терпимы к сквернословию. Позже Лейси немного приходит в себя и рассказывает об этой ситуации водителю, который ее подвозит. У меня отобрали баллы в аэропорту за то, что я орала. Вообще, marked down означает снижать цену или снижать оценку. И оценки в школе, кстати, иногда grades, но иногда тоже и marks говорят. Вот, например, со словом Mark. But it's marked down from 2800. Но цена была снижена с 2800. Да, обратите внимание, что американцы очень часто числительные от 1000 до 10 тысяч говорят, как 28 сотен, 2800, или 65 сотен, 6500. Можно и 6500 сказать, но как-то носители скорее скажут в сотнях. Наверное, потому что удобно. Два нуля, а перед ними вот число сколько сотен. А глагол yell – это визжать, орать. Я понимаю тебя, Лэйси, если бы мой важный рейс отменили, я бы тоже визжал и орал внутри. А вот дальнобойщица, которая подвозила Лэйси, просто стала говорить, что хочет и где хочет, и сразу скатилась вниз. Sad story – как быть звездой и потерять все. Но в мире черного зеркала – это и правда тяжелейший грех. It is incredible how fast you slip off the ladder. Это невероятно, как быстро ты скатываешься по лестнице. Здесь есть интересный глагол. To slip off – соскальзывать. Вот, например. I'm starting to slip off. I'm starting to slip off. Я начинаю соскальзывать. А вот ваш английский никогда не соскользнет ниже уровнем, если вы тренируетесь с учителями из English Show. Сможете говорить что хотите, где хотите на английском, получать за это только восторженные взгляды. Все, ладно, каламбуры кончились. В любом случае, спасибо за этот ролик, за то, что посмотрели. Пишите в комментариях, что еще разобрать. И переходите по ссылке ниже и подключайтесь к бесплатному групповому уроку в English Show. Ребята сделают все возможное, чтобы подстроить обучение именно под вас. Ссылки в описании. Пока.